МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители партии «Справедливая Россия» в Нижнем Тагиле сняли свои кандидатуры с выборов по одному из избирательных округов. Соответствующее заявление прозвучало сегодня на пресс-конференции, на которой побывали наши журналисты. Сертификаты на приобретение или строительство жилья получили 18 тагильских семей, кто стал участником региональной программы. Новую детскую площадку открыли сегодня во дворе домов 9 и 7 по Черноисточинскому шоссе, и это только начало. Как в городе будут решать проблемы благоустройства придомовых территорий? Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Валерия Доброва, готовы рассказать о главных событиях минувших выходных и понедельника. Движение по мосту на улице Фрунзе планируется открыть уже на этой неделе. В минувшие выходные здесь началось асфальтирование дорожного полотна. О ходе работы репортаж наших корреспондентов. Чистовой слой асфальта на мосту по Фрунзе должен быть уложен сегодня. Работу ведет организация «Уралстроймонтаж». Ее же силами производится замена трамвайных рельсов и благоустройство перекрестка улиц Фрунзе и Серова. Подъезд со стороны улицы Черных выполнен. График выдерживается. По крайней мере, если, конечно, коррективы погода не внесет, но думаю, что движение откроем. По крайней мере, к концу недели уже трамваи обкатку начнут. И, соответственно, испытания тяжелой техникой. К установке опор наружного освещения и контактной сети приступило предприятие «Шваба Екатеринбург». Смонтировано ограждение. Полным ходом идет укладка тротуарной плитки на пешеходных дорожках. Подрядчик оценивает степень готовности объекта в целом как высокую. Мост уже практически готов. Осталось тротуар и внизу нижняя часть коноса дооформить. Частично еще останутся тротуары. Там 16-го числа подойдут балки теплотрассы. Теплотрассу надо будет еще прокинуть. Задача открыть движение по мосту 15 сентября была поставлена главой города Сергеем Носовым. По первоначальным планам реконструкция должна была растянуться на два года. Сократить ее срок удалось, грамотно организовав процесс. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. В Ленинском избирательном округе «Справедливая Россия» представлена не будет. Сняли свои кандидатуры три кандидата в депутаты законодательного собрания Свердловской области, которые шли по спискам территориальной группы номер 20 по Нижнему Тагилу. Александр Коновалов, Садрадин Шахмаров и Андрей Муринович. Последний также балансировался по одномандатному избирательному округу номер 19. Сегодня они сделали сенсационное заявление, отметив, на этом их предвыборная кампания завершена. Пресс-конференция состоялась в здании газеты «Тагильский рабочий». Из троих покинувших предвыборную гонку самый молодой политик Садрадин Шахмаров. Но свое решение не считает завершением карьеры. Личным политическим амбициям Шахмаров предпочел уважение и доверие команде «Тагила». Благодаря грамотным и инициативным решениям главы города Сергея Носова последние годы Нижний Тагил стремительно развивался. Важно сохранить политическую стабильность, говорит Шахмаров, чтобы муниципалитет и впредь имел возможность реализовывать самые смелые проекты, которые улучшают благосостояние тагильчан и приумножают достояние города. Много при мэрии Сергея Носове делается и в плане дружбы народов, подчеркнул Садрадин Шахмаров. В наше время в вопросах толерантности надо поучиться у тагильчан. Праздник национальных культур, который стал традиционным в Нижнем Тагиле, тому подтверждение. Избирком Свердловской области сообщил о начале досрочного голосования. В Нижнем Тагильском округе это могут сделать 253 избирателя – жители поселков Чащина, Антоновский, Канава, Чауш и села Елизаветинское. Выборы в этих населенных пунктах пройдут 17 сентября. Всего на Среднем Урале проголосовать раньше 18 сентября смогут около 8 тысяч избирателей в 23 муниципальных образованиях. Это труднодоступные отдаленные местности Свердловской области. Сотрудники избирательных участков будут добираться в такие районы на вездеходах, катерах и внедорожниках. Первыми участниками выборов станут жители отдаленных территорий Ивдельского округа. Проблема вот этой вот управляющей компанией, вы знаете, туда хорошо зайти, а выхода оттуда нет. Это называется, чтобы не обижали, скажем, типа коммунального рабства, да? Когда начинаешь выходить, даже создавать это же не так просто, начинаются препоны, начинаются там всякого рода запугивания. А когда из компании в компанию, то двойные квитанции. Закон нужно принять нормальный. Сегодня закон не позволяет контролировать в полной мере управляющую компанию. А вот для решения вопроса по ремонтам, наверное, надо и мною предложено создать при муниципалитете некую фонд или кассу, как хотите называйте. Где бы Дума вместе с администрацией наполнила этот фонд деньгами. Это для того, чтобы при работе некоторых на домах, допустим, ТСЖ решил отремонтировать подъезд. Капитальный ремонт. А не хватает полмиллиона, то по заявлению фонд на договорной основе может выдать, типа, ссуды денег с последующим возвратом статьи капремонт. Это было бы нормально, потому что это отдушина. Представляете, старому дому накопить там на ремонт очень долго, а ремонтировать надо срочно. Коммунальная касса – это нормально при муниципалитете. Наверное, вот эту идею надо воплечать в жизнь. Из малосемейки в собственный дом сертификаты на приобретение или строительство жилья получили 18 тагильских семей. В рамках региональной программы выплаты составили от 300 до 600 тысяч рублей. Церемония вручения документов прошла в мэрии. Сегодня сертификаты получают те, кто этого ждал, пожалуй, больше всего. Супруги, чей возраст близок 36. А это значит, претендовать на участие в программе поддержки молодых семей шансов все меньше. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мэр настоял. Заложить в бюджете города 6,5 миллионов рублей на жилищные выплаты необходимо. Область добавила порядка 2 миллионов. Вот это по-настоящему справедливо, когда люди стояли в очереди, ждали, надеялись. И все-таки надежды сбываются. Мы постарались это сделать. Как бы сложно, как бы трудно нам не было. Севковы попасть в программу уже не надеялись. Пока стояли в очереди, мужу исполнилось 35 лет. Но шанс приобрести свое жилье все же выпал. Сертификат на 421 тысячу – существенный вклад. Изначально мы жили на съемных квартирах. Потом случилось так, что стало все дорожать. Мы переехали к родителям. На данный момент живем с родителями. И хотим, конечно, приобрести жилье, двухкомнатную квартиру, в которой мы уже будем втроем, с семьей, отдельно уже создавать уют. Реализовать свои сертификаты в 18 семьям необходимо до конца года. Большинство оптимальные варианты уже подыскали. Мы ищем дом, хотим дом, свой дом. А жили малосемейки 4. Это моя мечта, наверное. Ради моей мечты здесь стоим. Ради Офи. Программа предусматривает выплату молодым семьям на приобретение или строительство жилья в размере 20% от его средней стоимости и зависит от состава семьи. Эта программа, она появилась, в общем-то, по инициативе, в том числе и города Нижнего Тагила, потому что таких семей, скажем так, из года в год становилось все больше, которые достигали предельного возраста на участие в основной программе и, не дождавшись никакой поддержки, выходили, не получали никакой выплаты. Значит, мы синициировали, чтобы данные семьи были выделены в отдельную программу. Да, социальная выплата чуть меньше, но это реальная поддержка молодым семьям для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. Алла Кузнецова, Павел Охотников, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. Благодарность за мужество. Сегодня начальник Нижне-Тагильского гарнизона полиции Еврагим Абдул-Кадыров лично вручил благодарственные письма тагильчанам, оказавшим содействие в раскрытии преступлений. В противную жизненную позицию, высокую гражданскую ответственность, смелость и решительность, проявление при задержании преступника, объявляется благодарность гражданину Плотникову Анатолию Евгеньевичу. Анатолий Плотников стал свидетелем грабежа. Подростки вырвали из рук женщины сумочку с сотовым телефоном. Тагильчанин сумел задержать одного из грабителей и передал его полиции. Среди отмеченных сегодня сотрудники частного охранного предприятия Алексей Бромберг и Алексей Бабайлов, которые по горячим следам задержали одного из грабителей, напавших на 20-летнего молодого человека. Поощрили сотрудников Дорожно-патрульной службы лейтенанта Игоря Кирищева и сержанта Евгения Лукманова за помощь тагильчанке с двумя малолетними детьми на Айсинском тракте. Также полковник Ибрагим Амдулхадыров поздравил молодых сотрудников полиции, которые получили свои первые специальные звания офицеров. Тагильчанин поборется за звание Народного участкового России. Стартовал первый этап всероссийского конкурса с таким названием. Нижний Тагил на нем представляет сельский участковый капитан полиции Денис Дмитриев. Конкурс состоит из трех этапов. На первом с 11 по 20 сентября проходит онлайн-голосование на сайте Главного управления МВД области. Второй пройдет с 7 по 16 октября. Лучший участковый уполномоченный полиции Свердловской области примет участие в финальном этапе конкурса, который также будет проводиться в форме онлайн-голосования на сайте Министерства внутренних дел России. Награждение лучших из лучших и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника 17 ноября дня участкового уполномоченного полиции. Настоящий праздник устроили для своих работников на Урал вагонзаводе. Впервые предприятие организовало праздник «Семейный вечер в музее». Экскурсии в этот день не проводились, но сотрудники с удовольствием отвечали на вопросы посетителей. Мы только начали и зашли именно в этот музей. Потом пойдем в бронетанковый посмотрим. Ну ничего, пока на полном позитиве. Посмотрим, как дальше. Ну интересно. Торжество посвящено 80-летию Урал вагонзавода. Музейный праздник посетили как дети школьного возраста, так и представители старшего поколения. В рамках «Семейного вечера в музее» было задействовано несколько площадок. Пока одни смотрели уникальные исторические фильмы, другие принимали участие в квесте. На сегодняшний момент, вот на сейчас, мы пробежали практически везде. У нас осталось два объекта в бронетанковом музее. И мы практически готовы. Вообще настроение замечательное, азарт такой. Выступаем в первый раз в историческом квесте. Вообще так здорово. Самые активные участники квеста получили призы и подарки. Уютных дворов в Нижнем Тагиле становится больше. Новую детскую площадку, построенную на средства благотворителей, при содействии администрации города, открыли у домов 9,7 по Черноисточинскому шоссе. Это начало большой программы по благоустройству дворовых территорий. Подробности в сюжете. Ура! Сегодня у жителей Довмов по Черноисточинскому шоссе большой праздник. Чтобы оценить новые качели и турники, на площадку пришли и дети из соседних дворов. Эта территория долгое время была запущенной. О том, что здесь вновь зазвучит детский смех, мечтали давно. Сначала, когда маленький тут был, она была нормальная, эта площадка. Потом ее развалили уже, камни развалились там. Ну да, уже тут стекла были, грязь. Часто хорошо сделали, площадку хорошую. Стало больше качелей всяких, аксессуаров для детей. Удобно, хорошо. Сделать ко двору удобный проезд, пообещал глава Тагилстроевской районной администрации Денис Парамонов. Чтобы каждый тагильский двор был таким же уютным и благоустроенным, задача на ближайшее будущее. Над масштабной программой уже началась работа. Сначала надо проект сделать. По каждому двору. Причем прорисовать до мелочей. Где бордюры, где тротуары, где проезды, где стоянки для машинок, где детские площадки и какие. И спортивные в том числе. Главный архитектор этим сейчас занимается и публикует свои работы на сайте города. Придомовые территории в зоне ответственности жильцов. Так что их финансовое участие в реализации программы не исключается. Но оно будет добровольным, отметил Сергей Носов. Если жителям это будет не по карману, нужно находить законодательное решение и после окончательного определения собственника земли заниматься благоустройством. Анна Хабарова, Алла Кузнецова, Павел Охотников, Павел Соложнин. Новости Дагиу-ТВ. Кредитные истории без спроса Центробанк России готов обсудить с банковским сообществом изменения в законодательстве, которые позволят банкам запрашивать кредитную историю клиента без его согласия. Об этом сегодня сообщает коммерсант. Речь идет не о новых клиентах, а о тех, кто уже ранее давал добро на запрос своей кредитной истории. Либо о тех, кто пользуется другими продуктами банка и находится в его клиентской базе. Напомним, сейчас банк имеет право обращаться в БКИ лишь в течение двух месяцев после получения согласия клиента либо в течение срока выплаты кредита. Новое обращение за кредитом требует нового согласия заемщика на просмотр кредитной истории. Официальные курсы иностранной валюты продолжают расти. Доллар США преодолел планку уже в 65 рублей. Курс на сегодня 64 рубля 16 копеек, завтра 65 рублей 5 копеек. Единая европейская валюта прибавила 86 копеек. Сегодня за евро просят 72 рубля 33 копейки, завтра 73 рубля 19 копеек. Самый выгодный курс продажи доллара США в банках Нижнего Тагила 65 рублей 45 копеек. Покупки 65 рублей 15 копеек. Единую европейскую валюту можно приобрести за 73 рубля 40 копеек. Реализовать за 73 рубля 15 копеек. Выпуск продолжит новости спорта. О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Вернулись домой. Накануне в парке Бондина финишировал велопробег каменный пояс. Путешественники замкнули круг длиной более чем в 400 километров. Участникам заезда, прошедшим весь маршрут, были вручены медали с символикой мероприятия. Семидневное велопутешествие началось на этом же месте. Несмотря на капризы погоды, спортсменам удалось не сбиться с маршрута и следовать заданному темпу. За неделю участники велопробега дважды пересекли Уральский хребет, посетили веселые горы и озеро Таватуй, поднялись на скалы Семь братьев и увидели множество других интересных объектов в Черноисточинске, Многоребелое, Весиме, Устютке, Иллиме, Чусовом, Белимбайе, Таватуе и в других местах. Всего участие в велопробеге каменный пояс в этом году приняло более 35 туристов. «Спутник» открыл новый сезон на мажорной ноте. Тяжелой победой для тагильчан закончилась первая игра с молотом при камье. Матч оправдал все ожидания фанатов. Ледовая арена дворца имени Сотникова собрала рекордное количество болельщиков – более 5000 зрителей. К середине ледового периода хозяева повели 2-0. А на старте второй 20-ти минутки бобры увеличили отрыв до трех шайб. Пермики отметились одним результативным броском. Но на 46-й минуте оранжевые вновь поразили ворота прикамцев. Тагильская команда немного снизила обороты и позволила гостям сократить отрыв до минимума. Но времени на перевод поединка в овертайму оппонентам не осталось. 4-3 победа подопечных Андрея Кирдешова. В пятницу тагильские хоккеисты встречаются с саратовским «Кристаллом». Такова была информационная картина дня. Мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 419551 или пишите на сайте taildefis.ru. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok